МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прокуратуре Сарова подвели итоги работы по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, а также привели статистику по преступлениям, совершенному в этой сфере в первом полугодии 2019 года. О том, сколько наркозависимых людей живет в нашем городе, о количестве уголовных дел и административных правонарушениях, расскажем далее. В этом году увеличилось количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Если в первой половине 2018 года было составлено 80 протоколов, то за 6 месяцев этого года к административной ответственности привлекли 117 человек. Было выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этот же период времени 2018 года 13 преступлений было выявлено. Сбытом 5 преступлений было выявлено в этом году, а в прошлом году 7 было выявлено. С начала этого года на освидетельствование по признакам наркотического опьянения было направлено 92 человека. У 37 из них анализы показали положительные пробы. Но, как пояснили в прокуратуре, это не значит, что остальные были задержаны ошибочно. Дело в том, что наркодельцы постоянно меняют состав психотропных и наркотических веществ. Они постоянно вносят в формулу наркотического вещества изменения. И получается, постановление правительства Российской Федерации утверждено, как раз перечень наркотических средств. И получается, что изобрели только что, а еще не внесли туда. В суде было рассмотрено три уголовных дела по всем вынесении обвинительной приговоры. В КВ-50 на учете состоит 248 наркозависимых саровчан. Из них один несовершеннолетний. Прокуратура постоянно координирует деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках этой деятельности в нашем городе был сформирован специальный штаб. Полагаю, вот эти цифры, они, возможно, и сказались работой этого штаба уменьшения показателей. Потому что штаб начал действовать с августа 2018 года. Работа в области противодействия сбыту, приобретению, склонению к потреблению, незаконной рекламе и пропаганде наркотических средств ведется постоянно. Сообщить о том, где торгуют смертью, можно анонимно через специальные ящики, которые находятся в некоторых медицинских учреждениях и торговых центрах нашего города. Также саровчане могут помочь с блокировкой сайта, занимающихся противоправными действиями. Для этого нужно зайти на официальный сайт Роскомнадзора и во вкладке «Блокировка интернет-страниц» заполнить соответствующие поля. Всю полученную информацию ведомство проверяет, и если на сайте есть запрещенная информация, то его блокируют. Елена Грецкова, Владимир Лесик, служба новостей САРУ-24. Продолжение следует... Что такое помощь ближнему, здесь знают не понаслышке. Гуманитарный склад работает чуть больше года. За это время он помог сотням людей из Саровой и Дивеевского района, которые нуждаются в предметах первой необходимости. Здесь принимают вещи и для взрослых, и для детей. Уровень трудной жизни ситуации у всех разный. Кому-то не хватает на одежду, кому-то не хватает на одежду, например, к школе. Это конкретная ситуация, это раз в год бывает. Кому-то нужна постоянная поддержка в виде одежды, обуви. А есть люди, у которых настолько острая ситуация, что им нужны продукты. На вешалках и стеллажах десятки вещей, которые ждут своих владельцев. Это одежда, обувь, игрушки и даже книги. Волонтеры помогают найти нужную мебель, бесплатно дают в прокат ходунки и инвалидное кресло. Никаких требований и ограничений для тех, кто эти предметы забирает, нет. Учет посетителей ведется в специальном журнале, где фиксируются все заявки. Если же необходимой вещи не нашлось, можно оставить свои контакты. И с вами обязательно свяжутся, если она поступит. Есть многодетная семья, они домик малюсенький построили, все-таки осилили. В семье четверо детей. Но дальше у папы проблемы со здоровьем, такое прединсультное было состояние. Уже нагрузку он большой нести не может. И уже он может зарабатывать только на самое-самое необходимое для семьи. А дом нуждается в утеплении. Сотрудники гуманитарного склада знают много таких историй. Всегда большой спрос на стройматериалы и волонтерский труд. Для приема вещей есть определенные пожелания. Волонтеры просят приносить предметы, которые готовы к использованию. Одежда, обувь и игрушки должны быть чистыми и без явных дефектов. С вещами и завищами можно приходить по адресу Пушкина 24А, по вторникам и четвергам с 5 до 7 вечера. И по субботам днем с 9 до 12. По всем вопросам обращаться по телефону 7 70 99. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Следственный комитет начал проверку после жалобы на жестокое обращение с ребенком. Инцидент произошел в одном из московских банков. Женщина избила маленького мальчика, пинала его ногами, била по голове, пыталась ударить о стену и осыпала бранью. Сотрудникам банка она сказала, что приехала из Сарова. На следующий день свидетели связались с редакцией сайта Саров-24 и переслали видео в надежде, что кто-то из саровчан узнает женщину. Сейчас ее поисками занимаются правоохранительные органы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Получить вычет теперь можно за любое лекарство по рецепту врача. Об этом напоминает Федеральная налоговая служба. До 2019 года льготы применялись только к тем препаратам, которые входили в специальный перечень, установленный правительством страны. Получить налоговый вычет за лекарственные расходы можно двумя способами. По окончании года подать налоговую декларацию 3 НДФЛ и чеки из аптек или получить в налоговом органе уведомление и с ним обратиться к работодателю. В этом случае бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ и зарплаты, пока работник не получит весь вычет. Главное управление ЗАГС Нижегородской области проводит горячую интернет-линию по теме проставление о постели на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, подлежащих вывозу за пределы страны. Задать вопрос все желающие могут на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет-приемная». Ответ опубликуют 2 августа. 26 июля под ВИКС и стартуют открытые городские соревнования «Чемпионат и первенство по виндсерфингу-2019». Состязание пройдет под эгидой Саровской федерации виндсерфинга. Спортсменов и зрителей приглашают на акваторию прудозапасной. Соревнования будут идти три дня и завершаться 28 июля. Более подробная информация в группе «Виндсерфинг Саров» и ВКонтакте. Утром в среду на улице Харитона в районе лыжной базы произошло ДТП. Столкнулись две машины, ехавшие в попутном направлении. Водитель одной из них не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем, едущим впереди. От удара обе машины выехали за пределы проезжей части и врезались в дерево. Никто не пострадал. В отделе ГИБДД Сорова рассказали, что оба водителя были трезвые. К другим новостям. В детском лагере «Лесная поляна» «Рфятсвнеф» завершилась вторая смена. 376 ребят, детей сотрудников Российского федерального ядерного центра и других предприятий смогли отдохнуть, восстановиться после прошлого учебного года и набраться сил перед следующим. А уже в эти выходные открывается третья смена. О том, как проходит летняя оздоровительная кампания в лагере «Рфятсвнеф» расскажем далее. Вторая смена в лагере «Лесная поляна» прошла под девизом «Действуй, дружи, дерзай». Каждый день для детей придумывали новые мероприятия, соревнования и конкурсы. Были открыты разнообразные объединения. Например, в туристическом кружке дети изучали основы безопасности жизнедеятельности. Нас учили различать различные ядовитые растения, учили вязать различные узлы. Также мы проходили спортивную сноровку. Мы учились надевать и обвязывать спортивное снаряжение. Также мы даже катались по канату. Еще один кружок, который пользовался большим спросом, был посвящен общему творческому развитию. Специалист из Коврова Иван Власов учил ребят красиво говорить, писать сценарии и снимать видеоролики. Приходят на самом деле самые разные дети. Кто-то уже приходит с талантом, а у кого-то талант надо развивать. Есть примеры детей, которые приходили в первую смену и ходят сейчас. И я вижу, как они выросли в творческом плане. И это очень приятно. Большую часть времени дети проводили с вожатами, ставшими для воспитанников лучшими друзьями. Среди них были как совсем молодые ребята из Саранской и Нижнего Новгорода, которые проходили в лагере студенческую практику, так и опытные наставники, проработавшие не один год. Атмосфера тут замечательная. Дети очень солнечные, классные, отзывчивые, делают все классно, супер, что не попросишь. Любое мероприятие проходит на высшем уровне. Дети молодцы. Я горжусь своим отрядом. За смену в лагере «Арфиацвнеев» дети прожили маленькую жизнь, наполненную приключениями, новыми знакомствами, непередаваемыми эмоциями и хорошим настроением. Здесь очень много друзей, прям нет времени скучать и грустить. Мы обязательно сюда еще раз приедем! Сейчас сотрудники лесной поляны готовятся к третьей смене. Она откроется 28 июля и продлится до 17 августа. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. 24 июля в России отмечается День флориста. Эти люди способны разукрасить серые будни и подарить красоту цветов и их несравненное благоухание. В руках хороших флористов привычные розы, гвоздики и хризантемы превращаются в удивительные и неповторимые букеты. Анастасия Гарина занялась флористикой несколько лет назад. После окончания школы решила подработать в магазине цветов. Постепенно искусство составления букетов увлекло девушку и стало делом всей жизни. В своем ремесле Анастасия постоянно совершенствуется и стремится получить новые знания. Я ездила в Москву в международную школу флористики, проходила курсы основы европейской флористики, также ездила на мастер-классы к известным мировым флористам, то есть мирового уровня. Как считает Анастасия, в первую очередь флористу важно иметь вкус, фантазию и чувство стиля. Именно это помогает подобрать подходящие друг другу цветы и составить гармоничные и запоминающиеся композиции. В салоне «Цветочный дворик», где она работает, представлен большой выбор самых разных цветов. Все они привезены из Голландии или Эквадора. Покупателям девушка готова помочь с выбором подходящих по случаю цветов, чтобы каждый клиент остался доволен. Мы делаем свадебные букеты, также мы делаем свадебные композиции, украшения для невест, ну то есть там браслеты подружкам невесты, бутонерки женихам, украшения живых цветов на машины, также из искусственных цветов. На любые праздники, на все, даже на 23 февраля мы делаем съедобные букеты. Заиграть новыми красками и выгодно оттенить цветы помогает упаковка. Анастасия и ее коллеги следят за современными модными тенденциями во флористике. Своим клиентам девушка предлагает помимо классических целлофановых цветочных оберток корейскую матовую пленку «Хамелеон». В салоне можно приобрести комнатные растения в горшках. Продаются здесь сопутствующие товары и готовые букеты. Мы можем сделать, да, букеты, готовые букеты, композиции, но у каждого человека свой вкус, и поэтому проще нам, когда они приходят, мы им подбираем, потому что букеты мы делаем недолго, от пяти минут. И как бы это не затрудняет наших клиентов подождать немножечко. Впереди первое сентября, и Анастасия напоминает, что подумать о букете для педагогов стоит заранее. Предварительные заказы ко дню знаний салон «Цветочный дворик» начнет принимать в середине августа. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-904-924-5194 или 3-33-01. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В городце прошел 18-й марафон «Малый китиш». Один из пробегов, включенных в календарь Федерации легкой атлетики Нижегородской области. В нем приняли участие представители ядерного центра в НЕФ. Победителем состязаний в своей группе стал саровчанин Максим Кистанов. Подробности в следующем репортаже. Заниматься бегом Максим Кистанов начал 24 года назад. За это время мужчина успешно представил наш город на различных областных и всероссийских соревнованиях. В июле Максим Кистанов стал победителем марафона «Малый китиш» в городце. Туда я поехал просто как для тренировки. Думаю, тренировку пробегу, если сильных ребят не будет. А как оказалось, как всегда, приехали знакомые ребята с Нижнего Новгорода. Тоже не слабые, так скажем, соперники. Помоложе намного. В этом году в соревнованиях приняло участие более 100 человек. Всем им предстояло пробежать дистанцию 42 километра 200 метров. В этом году трасса была такая, скажем, специфическая. Выбегаешь из города и бежишь по оживленной магистрали практически нигде. Полицейских, которые могут тебя отгородить от машин, проезжающих не было. То есть бежишь на свой страх и риск по бровке, дороге. Не только сама трасса оказалась сложной. Трудностей добавили и погодные условия. На финише спортсмена встречал сильный ветер. Когда уже бежишь на пределе практически, это сильно сказывается, как в стену упираешься. На последних километрах, да, это очень сильно сказывается. Ты бежишь на результат, хочется выиграть. Естественно, там какие-то призовые деньги, либо какие-то материальные такие вот призы. В планах Максима Кистанова выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас он готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут 25 августа в Самаре. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова